Сегодня у нас в эфире произведение писателя-киберпанка Уильяма Гибсона. Рассказ, который вы услышали напоследок, называется «Осколки голографической розы». Тем летом Паркер мучил и бессонница. Временами в сети падало напряжение, и внезапные сбои дельты индуктора болезненно резко выталкивали его в сознание. Чтобы не просыпаться, он в черной изолентой примотал индуктор к работающей от батареи деке ВСВ, и с помощью переходников и миниатюрных зажимов крокодилов замкнул их друг на друга. Потеря тока в индукторе переключала деку на реверс. Однажды он купил по случаю кассету ВСВ, которая начиналась с того, как субъект засыпает на пляже. Записывал ее молодой светловолосый йог с охватом зрения 20 на 20, невероятно острым восприятием красок. Парнишку отвезли на Барбатус с единственной целью – подремать и проделать утреннюю зарядку на мелком песке частного пляжа. Микрофиша в прозрачной ламинированной обложке кассеты поясняла, что одной лишь силой воли йог способен заставить себя пройти через альфу к дельте. Паркер, который уже два года не мог спать без индуктора, еще удивился тогда, как такое возможно. Ему лишь однажды удалось высидеть весь фильм. Хотя теперь он уже знал каждое ощущение на протяжении пяти субъективных минут. Самым интересным фрагментом в последовательности кадров ему казался незначительный промок редактора в начале рутинных дыхательных упражнений. Беглый взгляд вправо, вдоль белого пляжа, выхватывает фигура охранника, патрулирующего проволочную изгородь. Черный автомат переброшен через плечо. Пока Паркер спал, из энергетических систем города утекало электричество. Переход от дельты к дельта ВСВ, темное вторжение в чужую плоть. Привычка смягчает шок. Холодный песок под обнаженными плечами. В утреннем ветерке штанины потрепанных джинсов хлопают по голым коленям. Скоро парнишка окончательно проснется и примется за свою «Арт хама тендре» что-то там чужими руками. Чужими руками Паркер стал нащупывать в темноте Деку ВСВ. Три утра. Сварить себе кофе, светя в чашку фонариком, пока наливаешь кипяток. Записанные утренние сны тают. Увиденный чужими глазами темный плюмаш Кубинского парохода бледнеет вдали вместе с горизонтом, которым он карабкается, переползая с волны на волну по серому экрану сознания. Три утра. Дай вчерашнему дню расположиться вокруг тебя плоскими схематичными зарисовками. Что говорил ты, что сказала она? Смотрел, как она собирает вещи, набирает номер такси. Как ни перетасовывай, они все равно складываются во все тот же замкнутый круг распечатки. Иероглиф исходится на центральном компьютере. Ты стоишь под дождем, кричишь на таксиста Рикшу. Лил дождь цветом мочи, кислотный и кислый. Водитель обозвал тебя задницей, а заплатить все равно пришлось вдвое. У нее было три места багажа. В респираторе и защитных очках Рикша походил на муравья. Нажимая на педали, он исчез за пеленой дождя. Она не обернулась. Последнее, что ты видел? Гигантский муравей, показывающий тебе средний палец. Первый в своей жизни аппарат ВСВ Паркер увидел в одном из техасских мусорных городков. Городок назывался Джунгли Джуди. Паркер хорошо помнил массивную консоль, заключенную в оболочку из дешевого пластика под хром. За скормленную в прорезь 10-долларовую банкноту получаешь 5 минут гимнастики в невесомости на швейцарском орбитальном курорте. Качаешься себе под 20-метровым перигелием в обнимку с моделью журнала ВОК 16 лет от роду. Вот уж действительно ходовой товар в джунглях, где достать пистолет было проще, чем принять горячую ванну. Год спустя, с фальшивыми документами, он оказался в Нью-Йорке под Рождество, когда две ведущие фирмы выбросили на прилавки универмага в первые переносные деки. Порно-театры ВСВ так буйно, но кратко расцветшие в тупору в Калифорнии, так и они оправились от их натиска. Исчезла иглография. Раскинувшиеся на целые кварталы фулеровские купола, эти голохрамы времен детства Паркера превратились в многоэтажные супермаркеты или приютили ряды игровых компьютеров. В их закоулках еще можно отыскать старые консоли под потускневшими неоновыми надписями «Вероятностное сенсорное восприятие», которое пульсирует сквозь голубую завесу сигаретного дыма. Теперь Паркеру 30, и он пишет покадровые сценарии для ВСВ-вещания, программируя движение глаза этой человеческой видеокамеры индустрии иллюзий. Частичное затемнение продолжается. В спальне Паркер колотит по клавишам на обтекаемой алюминиевой поверхности своего сэнда и мастера сна. Навигационный огонек мигает, потом дека погружается во тьму. С чашкой кофе в руке Паркер тащится по ковру к шкафу, который она опустошила вчера. Луч фонарика ощупывает в поисках улик любви голые полки, и находит сломанную застежку на кожаном ремешке, кассету ВСВ и открытку. На открытке отраженная в белом свете голограмма розы. У кухонной раковины он скармливает ремешок мусоропровода. Вялый в затемнении тот жалуется, но проглатывает и переваривает. Аккуратно держа за уголок, Паркер подносит голограмму к вращающимся челюстям. Железные зубы разрезают ламинированный пластик. Мусоропровод обижен из крижей щит, и вот роза разлетается на тысячу осколков. Час спустя он сидит на неприбранной постели и курит. Ее кассета вставлена в деку, готова для просмотра. Пленки женщин обычно сбивают его с толку, но он не сомневается, что именно по этой причине он медлит сейчас запустить машину. Приблизительно четверть всех пользователей ВСВ испытывает некоторый дискомфорт, пытаясь астимулировать субъективное тело противоположного пола. Звезды вещания ВСВ становятся в последнее время все более андрогинными, чтобы привлечь ей от участия аудитории. Но записи самой Анжелы никогда раньше не отпугивали его. А что если она записала любовника? Нет, этого не может быть. Просто неизвестно, какого качества кассета. Когда Паркеру было 15 лет, родители подписали за него контракт на стационарное обучение в одной из дочерних компаний японского синдиката по производству пластмасса. В то время он считал, что ему крупно повезло. Конкурс заявлений на обучение был просто огромен. Три года он прожил в казарме, распевал по утрам гимны компании, и раз в месяц ему, как правило, удавалось выбираться за заграждение центра на поиски девочек или голодрома. В контракте значилось, что обучение окончится в день его 20-летия. Выдержив Паркер до конца, он приобрел бы право на полный статус служащего. За неделю до того, как ему исполнилось 19, с двумя украденными кредитными карточками и сменой одежды он в последний раз вышел за ограду. В Калифорнию Паркер прибыл за три дня до падения диктатуры новых раскольников. В Сан-Франциско метались по улицам, стреляя друг в друга какие-то военизированные политические группировки. Все четыре временных правительства города провели такую эффективную работу по запасанию продовольствия, что почти ничего нельзя было достать. Последнюю ночь революции Паркер провел в подвале сгоревшего дома на окраине Таксона, занимаясь любовью с девчонкой из Нью-Джерси. Та объясняла нюансы своего гороскопа между приступами почти беззвучных рыданий, не имевших, впрочем, ничего общего с тем, что он говорил или делал. Много лет спустя он вдруг осознал, что понятия не имеет, что толкнуло его разорвать контракт. Первые три четверти кассеты пусты. Нажимаешь клавиши, чтобы на скорости перемотать себя вперед сквозь статическую дымку стертой записи, где вкус и запах сливаются в единый канал. На аудиовходе белый звук, не звук первичного темного океана. Продолжительное воздействие аудиовхода со стертой пленки может вызвать гипнотические галлюцинации. В полночь Паркер, скорчившись, затаился в кустах у дороги в Нью-Мексико, глядя, как на трассе бы горает бензовоз. Пламя освещает белую ломаную линию, за которой он следовал от самого таксона. С расстояния двух миль взрыв был виден белым полотнищем жаркого света, превратившегося в бледные сучья обнаженных деревьев на фоне темного неба, фотографический негатив их самих, угольные ветви на магниевом небе. Многие беженцы были вооружены. В кислотных дождях залива дымились кострами их мусорные города. Этим-то поселением и был обязан Техас тем шатким нейтралитетом, который ему удавалось сохранять среди расколовших побережьих группировок. Городки сооружались из кусков фанеры и картона, листов, раздувавшегося на ветру пластика и отставов мертвых автомобилей. В поселении носили идиотские форсовые названия вроде «Город прыгай» или «Сластёна». Имевшиеся в них правительства лишь большой натяжкой можно было назвать таковыми, как, впрочем, и их территории, которые непрестанно дрейфовали в переменчивых ветрах теневой экономики. Федеральные войска и войска штатов, которые посылались, чтобы смести города изгоев, редко находили хоть что-нибудь. Но после каждой такой экспедиции на перекличке несколько человек не отзывалось. Кто-то продавал своё оружие и сжёг форму, другие же слишком близко к сердцу принимали контрабанду, которую их посылали искать. Через три месяца Паркер решил, что надо выбираться, но обеспечить безопасный проход через армейские кордоны мог только товар. Удача ему улыбнулась чисто случайно. Однажды вечером, огибая завесу сального кухонного дыма, низковисевшую над джунглями, он споткнулся и едва не упал на труп. Тело женщины лежало в русле пересохшего ручья. Мухи поднялись было сердитым облаком, но потом сели, не обращая на него внимания. На женщине была кожаная куртка, а по ночам Паркер отчаянно мёрз. Покопавшись в свалке вдоль бывшего ручья, он отыскал длинную палку. В спине куртки прямо под левой лопаткой зияло аккуратное круглое отверстие размером с карандаш. Подкладка куртки, когда-то красная, теперь совершенно почернела, стала жёсткой и блестящей от запёкшейся крови. Подцепив куртку на палец на конец палки, он отправился на поиски воды. Куртку Паркер так и не постирал. В левом кармане нашлась почти унция кокаина, аккуратно завёрнутая в полиэтилен и прозрачную кирургическую плёнку, а в правом оказались 15 ампул мегацелина Д и 10-дюймовый кнопочный нож с роговой рукодятью. Антибиотик стоил вдвое дорож кокаина. Нож он всадил в гнилую колоду, пропущенную сборщиками топлива из джунглей, и повесил на него куртку, которая стоила ему отойти, тут же окружили муки. Той же ночью в баре с рифлённой жестяной крышей, ожидая появления одного из юристов, которые прокладывали проходы через кордон, и он впервые в жизни опробовал модуль ВСВ. Аппарат был огромен, весь из неона и хрома, и владелец очень им гордился. Толстяк собственноручно помогал потрошить грузовик. Если хаос 90-х годов отражает радикальное смещение в парадигмах визуальной грамотности, а именно окончательный отход от традиций доголографического общества Ласко и Гутенберга, то чего следует ожидать от этой новейшей технологии с её обещаниями дискретного кодирования и последовательной реконструкции всей шкалы сенсорного восприятия. Роубук и Пирхл. Новейшая история Америки. Системный обзор. Скоростная перемотка сквозь бормочущая невремя стёртой записи в... В её тело. Солнце Европы. Улицы незнакомого города. Афины. Греческие буквы вывесок и запах пыли. И запах пыли. Смотреть её глазами, думая о том, что эта женщина ещё не встретила тебя, ты только-только выбрался из Техаса на серый монумент, на лошадей из камня, с которых взлетают вверх и кружат вокруг голуби. И статика охватывает любимое тело, стирает до серости и чистоты, волны белого звука разбиваются, а пляж, которого нет. И плёнка кончается. Горит огонёк индуктора. Паркер лежит в темноте, вспоминая, как водопадом осколков рассыпалась голограмма розы. Это свойство присуще любой голограмме, Подобранный должным образом освещенный, каждый осколок покажет полное изображение. Проваливаясь в дельту, он видит в розе себя. Каждый разрозненный фрагмент воспоминаний несёт в себе целое, которого он никогда не знал. Украденные кредитные карточки, выжженный пригород, сочетание планет незнакомки, горящий на трассе бензовоз, плоский пакетик наркотиков, заточенный обетон-кнопочный, но шустрый и узкий, как боль. И думает, так значит, мы все осколки друг друга, и так было всегда. И в то мгновение путешествия из Европы, затерянной посреди серого океана, стёртой кассеты, стала ли она теперь ближе или реальнее от того, что он тоже побывал там? Она помогла ему получить документы, нашла первую работу на ВСВ. Это их история? Нет, история – это чёрная поверхность дельта-индуктора, пустой шкаф и незасланная постель. История – это его отвращение к совершенной машине тела, в которой он просыпается, если кончается ток, гнев на рикшу и её отказ оглянуться сквозь радиоактивный дождь. Однако, каждый осколок показывает розу под иным углом, вспоминает он. Но дельта накатывает, накрывает его с головой, прежде чем успевает спросить себя, что именно это значит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова